Давайте послушаем Романа. Это человек, который поехал на миссию в город Владивосток. Это очень далеко. И у него есть какая-то мысль для нас, есть какая-то идея. Прими это. И не надо говорить, кто этот человек, чей-то сын этот юноша, что он будет нас учить. Будь смиренным, чтобы слышать и принимать. Потому что Бог говорит иногда через самых малых специально. Чтобы ты был смиренный. Таня, да? Спасибо, дорогой пастор. На самом деле, вписаться действительно будет сложно. Но отчасти я тоже хотел бы об этом говорить, что мы много требуем порой от семьи, от церкви, в любой сфере, от бизнеса. Но вопрос такой, сколько ты вложил туда, чтобы оттуда потребовать столько же. Спасибо, пастор, для меня честь стоять на этом месте. Как сказал бы Моисей, я в страхе, в великом трепете. Для меня действительно это трепет. Вот, привет вам всем из города Владивостока. С дальних рубежей нашей необъятной Родины. С самых дальних рубежей. Вот, на самом деле, очень мало времени, чтобы повествовать и рассказывать о тех чудесах, об открытых дверях, о людях, которых Бог дает, посылает в нашу жизнь. Просто скажу двумя словами, Бог действительно великий. Бог великий в нашей жизни. Знаете, Бог настолько порой удивляет просто, настолько балует, что хочется просто вот так порой лечь, и сокрушаться в присутствии Божьем. Говорит, Господи, за что? За что мы еще ничего не сделали? Просто вот ничего, чтобы ты мог так благословлять, так обеспечивать, такие двери открывать. Порой люди говорят, как вот, ну как вообще, как так получилось, да, что у нас мы живем сейчас, да, живем, у нас там бизнес гостиничный на берегу моря, церковь, все, то есть мы строим бизнес, строим церковь. Есть люди, как бы, команда растет, техника, то есть, я, знаете, я сам не знаю, как так вот, просто не знаю, Бог открывает двери, входим. Не открывает двери, мы просто, ну, не входим. Знаешь, ушло вот это, знаете, младенческое, что Бог двери не открывает, Он даже наоборот их порой держит с той стороны. А ты ломишься туда, там, дьявол мы возьмем, там. Бог говорит, да, схватит уже дьяволом меня называть, я открываю для вас, я двери для вас открываю. Вот, и слава Богу, знаешь, я могу сказать, что я по-настоящему счастливый человек, я счастлив в Боге, вот, но смотря просто на людей, вообще на жизнь, ну, сложно быть по-настоящему в полноте счастливым, пока ты видишь боль, пока ты видишь боль, разрушение вокруг, пока ты видишь поражение в жизни людей. И знаете, вот мы живем так, будет год, вот в следующем месяце, как вот, ну, мы переприехали туда, шагнули в эту землю, много было всего. И приходилось, потрясений было много, штормов, бурь, там, испытаний сложных. Знаете, было как в жизни Ова, просто один вестник еще не успел уйти, другой приходит, знаешь, и ты уже как этот, как и Ов там, черепком чешешься уже, ты уже не удивлен даже ничему. Один вопрос только к Богу, Бог, что следующее, что дальше, ну, приготовил, уже просто не удивлен. Знаешь, и такая жизнь, вот, как пастор проповедовал порой, как на плюшке, да, аттракцион такой, плюшка ездит, ты летишь, что только держись, вот. И реально такие периоды, что просто вот только удержаться бы, просто выжить бы. Знаешь, там летишь, глаза откроешь, смотришь, одного сдуло. Глаза откроешь, смотришь, другого сдуло. Там, глядишь, третий там держится, резинка лопнула на трусах, но держится. С плюшки с этой слази, там, смотришь, резинки нет, там, ну, мышцы забиты, сильнее смотришь, встал, пережил, прошел. Знаете, очередной шторм и потрясение для меня просто это просеивание. Просеивание, знаете, отсев, который показывает просто, кто друг, а кто враг, а кто так просто, кто человек завета, а кто с тобой, только пока ты ему выгоден, и он использует тебя. Вот, и ты, ну, движешься. Знаете, для нас это требовало, ну, определенной цены, определенной жертвы. И, знаете, в такие моменты начинаешь Богу задавать вопрос. Бог вообще, ну, правильно ли, что я здесь? Ну, зачем ты привел меня вот в эту землю? Ну, вот, почему, может быть, там было бы лучше? Вот, и знаете, в один момент, у меня группа такая есть, ну, Владивосток, там, новости, там, сводки криминальные. И, знаете, много разных ужасающих, там, реально прям ужасных событий выставляется. Но через одну именно Бог начал ко мне говорить, именно через одно событие. И, знаете, я читаю происшествие, когда просто там посадили отца одного, который насиловал свою дочь маленькую. И, знаете, и Бог начал говорить ко мне в сердце. Знаете, у меня родился просто такой вопль к Богу, прям рыдание. Я просто, я просто, я молился, я говорил, Бог, останови это. Бог, останови. Доколе мы просто будем видеть, как ад просто ходит по этой земле через людей. Доколе мы будем видеть, как жертвы вот эти сатанинские приносятся просто. И Бог мне сказал, сын мой, ты для этого здесь. Я для этого привел тебя сюда. Я сделал тебя солью для этой земли. Я сделал солью тебя и светом для этого мира, и ты именно для этого здесь. Я понял, мне Бог сказал, что эта земля вообще, она стенает. Она стенает, она стонет, ожидая, пока стены Божьи не откроют себя миру. Пока стены Божьи открыто явят себя миру. Я понял, что Бог ищет сегодня вот этих ходатайев, знаешь, которые просто оставят все и согласятся пожертвовать вообще там своими финансами, с финансами, временем, вообще жизнью своей просто, чтобы эти беззакония, они остановились. И я понял, знаешь, меня сразу отпустило. Меня сразу отпустило. Я сказал, Бог, я согласен. Я согласен просто положить на вот этот алтарь просто свою жизнь, вообще все, что у меня есть, чтобы просто это остановить. Потому что у меня у самого маленькая дочь, и мне больно вообще слышать эти вещи. И, знаете, мне брат один говорил, что говорит, да нет, какая цена, какой цене ты говоришь, платить не надо ни за что. Иисус за все заплатил, как бы просто живи, балдей, там, кайфуй, наслаждайся жизнью. Знаешь, действительно, отчасти это так. Иисус действительно заплатил, но он заплатил за то, что мы не можем сегодня приобрести своими силами. Это спасение. За все остальное тебе придется платить цену, тебе придется напрягаться. И то платить цену, это не в том смысле, что мы покупаем что-то у Бога. Потому что многие люди действительно, они сегодня продолжают так жить, выслуживаясь, заслуживая у Бога что-то там, зарабатывая галочки, там, знаешь, покупая как бы у Бога. Нет, цена в смысле жертвы. Цена в смысле того, что тебе придется уложить на алтарь самое ценное. Самое ценное. Мы говорим о встрече с Богом, тебе нужна встреча с Богом, там, действительно, встреча с Богом нужна, но будь готов. Будь готов к встрече с Богом, потому что Бог попросит у тебя вот это ценное. Бог поставит тебя перед этим выбором, когда тебе придется отвергнуть себя, взять свой крест, просто умереть для себя и двигаться. Этот путь действительно сложный, он где-то полон предательства, разочарования, падений, где-то опять подъемов, но этот путь ведет в жизнь. Этот путь сделает тебя по-настоящему счастливым человеком. Я хочу одно место прочитать, это Евреям 11 глава. Это одно из ключевых мест вообще, на чем основывается вообще вся моя жизнь. Здесь пишется о людях веры, о героях веры именно, чьи имена сегодня запечатлены в Библии. О людях, которые не спровергали царство, заграждали уста львов. Знаешь, написано, весь мир вообще не был достоин этих людей, но весь их путь, он требовал от них цены. Было прям просто, было заплачено просто жизнями, с судьбами, сердцами, кровью было заплачено. Люди полагали просто о своей жизни, и многие из них, они здесь на земле, они не увидели награды. Написано только издали, видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники. Они всего лишь странники на этой земле и пришельцы. Верою, восьмой стих. Верою, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследнее, и пошел, не зная, куда идет. И пошел, не зная, куда идет. Знаете, многие говорят, что, ну вот, знаешь, я хочу, чтобы так было, и я верю, что так будет. Потом этот человек, знаешь, эти ожидания, они не сбываются, он терпит кораблекрушение в вере, он говорит, ну я не знаю, почему так. Может быть, я плохо верил, может быть, еще там, ну что-то я не знаю. Да, но вера это что-то другое. Ты тогда так и говоришь, что ты просто хочешь, чтобы так было. А вера, она должна на чем-то основываться, она должна основание какое-то иметь. Да, вера это уверенность в невидимом, то есть вера от слышания Слова Божьего. Да, Бог сказал, ты увидел это в духовном мире, и ты начинаешь это осуществлять. На основании этого ты начинаешь что-то делать, начинаешь действовать. И написано, верой Авраам повиновался призванию идти в страну. И знаете, когда-то вот просто спустя некоторыми годами ранее я тоже приехал в эту церковь. Приехал, знаете, такой голодранец просто, вот только из центра реабилитационного. Такой, знаете, готовый просто в любой момент выхватить вот этот меч, который есть Слово Божие, там, и шинковать просто всех и все. И знаете, удивлялся потом, почему люди от меня, знаешь, шарахаются. Но ты же вроде, не, я реально приехал святой прямо сюда, просто вот, ну, святой. Там земли просто, ну, не касался. И знаешь, проходило время, проходило время, Бог, знаешь, сдирал просто вот эту шелуху религиозную. Бог учил мыслить вообще новыми категориями, новыми стандартами. Бог внутри просто расширял вот эти пределы. И знаете, и написано, верой Авраам повиновался. Призвание, мало, знаешь, увидеть, понять, осознать, этому надо повиноваться. Это будет стоить чего-то для тебя. Знаешь, если ты хочешь добиться чего-то великого в своей жизни, великого бизнеса, великого служения, еще каких-то великих вещей, это будет стоить для тебя чего-то. Знаете, у следования за Иисусом есть цена. И цена это собственная жизнь. Цена это твое сердце. Вот эти деньги, которые мы жертвуем, приносим жертву, это лишь показатель того, что твое сердце, оно находится на алтаре. Что твой взор, он устремлен к небу, к небесному. Как много в жизни людей в Божьем присутствии Бог производит вот это хотение, действие. Ты поднимаешь руки. Бог наполняет тебя, текут слезы, слезы, и Бог производит, знаешь, в тебе желание. Желание, может быть, принести жертву какую-то. Желание поехать на миссию. Желание, знаешь, уволиться с работы, со старой, начать какой-то бизнес. Бог производит это желание. Ты в присутствии Божьем. Ты говоришь, Бог, вся моя жизнь, она твоя. Но, знаешь, ты выходишь с присутствия Божьего, начинаешь дальше двигаться, жить. И начинает включаться твой разум, который говорит тебе, слышишь, какая миссия, у тебя ребенок. Как, знаешь, бухгалтер на работе, я когда уезжал, она говорит, и как вот вы просто вот, ну, вы туда, вас там кто-то ждет? Я говорю, нет. Она говорит, знаешь, это похоже на авантюру какую-то. Я говорю, ну, действительно, я как бы, ну, по-другому тоже это никак не могу назвать. И вот, и знаешь, и ты говоришь, Бог, ну, как бы, да, вся жизнь твоя, ну, чуть-чуть, как бы, это, ну, для себя все равно. И знаешь, какая миссия, какая жертва вообще, да, разум начинает, ну, что-то говорить. И, знаешь, Авраам повиновался призванию идти в страну. Он повиновался, он увидел, это стоило чего-то для него. Написано, он жил там в палатках, не понять вообще, на чужой, на земле вроде Бог пообещал, но земля до сих пор чужая. Земля чужая, я думаю, представь, он 25 лет ждал Исаака, 25 лет он ждал, представь, я думаю, там Библия не описывает, сколько вопросов он задавал в небо, сколько ему приходилось просто проходить, ну. И, знаете, и дальше написано, но они стремились к лучшему, это 16 стих, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Эти люди, написано, весь их взор, их желание, их стремление, оно было направлено в небо. Эти люди, знаешь, были имеющие, как не имеющие. И кто-то из них был богат, да, как Авраам, но там не было его сердца. Знаешь, такие люди, они понимают, что они здесь всего лишь странники. Такие люди, если что-то и теряют вообще в своей жизни, они не расстраиваются. Почему? Потому что они знают того, кто имеет все и кто дает это все. Они говорят, что они странники. На какие-то, знаешь, 70-70 лет арендовавшие здесь вот эту вот квартиру, вот этот вот домик. И спустя 70-80 лет они вернутся к своему небесному Отцу. И представь, и место, которое потрясает меня просто, и написано сам Бог. Сам Бог, представь, Бог, который исчерпал океаны горстью. Бог, который вселенную измерил пятью. Сам великий Бог, который сотворил вселенную, творец всего видимого и невидимого. Сам Бог не стыдится называть себя их Богом, а их называть своим народом. Знаешь, для меня прям, ну, меня потрясает эта мысль, когда Бог ассоциирует себя с людьми. Он говорит, я Бог Авраама, я Бог Исаака, я Бог Иякова. Моя мечта просто, чтобы когда-нибудь на закате моей жизни Бог сказал, я Бог Романа. Я Бог Романа. И люди, чтобы увидели, они говорили, слышишь, я знаю Романа. Я знаю его Бога. Я знаю Алексея, я знаю Евгения. Я знаю, я знаю Бога этих, я знаю этих людей, и я хочу знать этого Бога. Я знаю, что на нас лежит огромная ответственность, какого Бога люди увидят через нас. Либо этот Бог будет хромой, там, больной, косой, там, нищий, или это будет по-настоящему великий Бог. Бог, меняющий судьбы, Бог, восстанавливающий семьи, по-настоящему великий Бог. И еще одно место, это Деяние, 20 глава, и мы будем молиться. 22 стих. Знаете, и с тех пор, как я просто положил на этот алтарь свою жизнь, да, я сегодня и сейчас там живу, я, может быть, ну, не имею комфортных условий для своей жизни, там, какие бы я хотел бы иметь, но, знаете, я знаю, куда я иду, я знаю, где должна сегодня быть церковь, я знаю, в чем мы должны сегодня быть, в чем мы должны сегодня ходить. Представь, если мы поймем просто вот этот принцип жертвы, принцип посвящения, представь, колдуны знают этот принцип, и они имеют силу. Я слышал многие свидетельства колдунов, как они просто убивают людей, вообще принося жертву и начиная колдовать, как они перемещаются в духе, просто открывая астральные окна. И знаешь, а христиане, знаешь, почему христиане проигрывают? Потому что мы сражаемся просто по настроению, нас прижало, мы сражаемся, а дьяволу нечего терять, он сражается всегда. И представь, вот что далеко ходить колдуны, взять простого алкоголика, простого наркомана, на этом жертвеннике сатанинском лежит вся его жизнь, там лежат все его деньги, там лежат все его отношения с близкими, его здоровье, его дети, его семья, он неосознанно, он положил на этот алтарь все, и он имеет эту силу, он ходит по земле, и ад просто высвобождается через него. Ад его ногами ходит по земле, и мы можем это видеть, да, вот этот отпечаток ада. Все, к чему он прикасается, несет боль. Все, к чему он прикасается, несет разрушение, разочарование, поражение просто. И если мы поймем просто вот этот принцип посвящения, и на все 100%, на все 100% захотим инвестировать себя в Царство Божье, положить просто, пожертвовать всю свою жизнь, мы будем, небо будет двигаться по этой земле через нас, нашими ногами мы увидим Божью славу. Я знаю, что Бог ищет сегодня тех людей, ищет тех людей, которые просто встанут в проломе за эти города, люди, которые просто не успокоятся и не умолкнут, пока не увидят. Да, коли не увидят спасенную молодежь, спасенную нацию, восстановленные семьи, Бог ищет сегодня тех людей. Апостол Павел, величайшая личность просто в истории. Знаете, личность, которая на закате вообще своего служения, на закате своей жизни, он сидит в тюрьме, оставленной всеми. Он говорит, Тимофей, а сийские оставили меня все. Но ты не стыдись, говорит, моего благовествования. И знаете, он сидит в тюрьме, но он самый счастливый человек на земле. Самый счастливый. Он говорит, я сохранил веру, я совершил течение, а теперь готовится мне венец славы. Венец славы от Господа моего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа и Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Он говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим. Я не знаю, что там меня ждет, что там меня ожидает, но внутри я имею понимание, что узы и скорби меня ждут. Знаешь, я не обещаю сегодня никому, и тебе я не буду обещать, что в твоей жизни тебя где-то не побьют камнями за Христа. Что тебе умереть не придется за Христа. Но я могу пообещать тебе одно, что ты будешь самый счастливый человек, исполняя свое предназначение на этой земле. Ты будешь счастлив только в том, куда Бог тебя ведет. И знаешь, Дух Святой влечет, и будь послушен этому видению. Будь послушен этому откровению. Ты будешь самый счастливый человек. Многие думают, что деньги сделают счастливым, не делают деньги человека счастливым. Кто любит богатство, написано, никогда не будет насыщен. Всегда, сколько бы человек ни зарабатывал, ему будет мало. Что бы он ни говорил, да я для царства или еще куда-то, ему все равно, он никогда себя не насытит. Потому что есть место в глубине твоего сердца, которое предназначено только для Христа. Есть пустота в глубине твоего сердца, которое предназначено только для Него. И ты ничем не заполнишь ее. Мы живем сегодня на миссии. Знаешь, мы оставили здесь комфорт вообще, привычное все. Ладно, я там, я получил откровение, Бог влек меня. Дух Святой влек, во мне жила эта мечта. Мечта и понимание того, что я делатель. Мечта спасать людей, мечта восстанавливать и влиять на жизни, влиять на судьбе. Но моей жене было сложнее гораздо, она просто доверяла мне, она шла за мной. И мы оставили здесь насиженные места, вышли из состояния комфорта, поселились там, знаешь, в квартире, просто начали наркоманов туда сразу принимать, набирать. И знаешь, переживали многое, как люди предавали, и как денег порой, знаешь, не было. Но знаешь, мы искали только одного. Мы молились и мы говорили, Бог, нам нужен Ты. Бог, Ты все, в чем мы нуждаемся. Бог, Ты все, чего мы желаем и продолжаем сегодня искать. Все, чего мы сегодня ищем, это Христос, Его присутствие. Все, чего мы сегодня желаем и о чем мечтаем, это видеть царство Бога, пришедшее в силе на эту землю. Все, о чем мы мечтаем сегодня, это видеть, как слава Божья, она будет двигаться в наших городах. Как слава Божья будет достигать сердец людей.